Здравствуйте, я Радислав Гандапас, ваш ведущий в мир удовольствия от публичных выступлений, удовольствие, которое будете получать вы и ваши аудитории, которые придут вас послушать. Второй урок практикума Камасутра для оратора начинается, если вы смотрите его, значит вы успешно справитесь с домашним заданием и можете сделать следующий шаг в направлении не только удовольствия публичной речи, но и высокой его эффективности. В чем эффективность публичного выступления, мы поговорим об этом сегодня, мы поговорим сегодня о том, как готовить публичное выступление с наименьшими затратами времени, но с наивысшей результативностью. И тема, больная тема во всех смыслах, это тема страха публичной речи, как преодолеть этот страх, как держать себя в руках, как управлять своим состоянием и так далее, и так далее. С чего бы мне начать? Самый распространенный вопрос, вопрос, который я получаю чаще всего в блоге, вопрос, который я чаще всего получаю в интернет-рассылках, вопрос, который я получаю во всяких радиотелефирах, вопрос страха. Как преодолеть страх в публичной речи? И всегда отвечаю на этот вопрос просто. Никак. Страх – это естественное состояние организма под воздействием стрессогенного фактора. Если вы нормальный человек, если для вас публичное выступление чего-то значит, если для вас существуют хоть какие бы то ни было риски, риски репутационные, риски потерять что-то, включая лицо во время публичного выступления, вы будете бояться приближения этого выступления. Вы будете входить в состояние, может быть, не страха, а некого возбуждения нервного, и будете пребывать в нем во время выступления и еще в течение некоторого времени после выступления. Это нормально и естественно. Дело другое, что вы не должны позволить этому страху, этому ощущению, этому напряжению завладеть вами настолько, чтобы вы под его воздействием не могли делать то, что вы сами задумали, чтобы оно парализовало вас, не давало вам возможности двигаться, вспомнить текст, чтобы оно сделало вас в глазах аудитории смешным и жалким. Вот в чем задача. С другой стороны, уровень страха, уровень волнения связан со степенью непредсказуемости предстоящего. Чем меньше влияние вы имеете на то, что должно с вами произойти, тем больше ваше волнение. Когда вы садитесь за штурвал самолета, вы, несомненно, волнуетесь, вы встревожены, но ваше волнение, оно все-таки ограничено тем, что вы имеете влияние на ситуацию, вы управляете. Есть, конечно, вещи, на которые вы влиять не можете, какие-то непредсказуемые вещи. Другое дело, когда вы садитесь как пилот в этот самолет, особенно если самолетик небольшой, спортивный, вы не можете влиять на штурвал, вы не знаете, что происходит и что задумал пилот сделать в каждую следующую минуту, и ваш уровень волнения, там, мандража, он выше. Однако, если сравнивать с самолетом, то признайтесь себе, конечно, вы боитесь, конечно, это страшно, но почему такое огромное количество людей платят деньги за то, чтобы прокатиться на самолете или вертолете? Почему такое огромное количество людей ежедневно, вот прямо в эту минуту, тысячи людей залезают в кабинки американских горок, взлетают на огромную высоту и низвергаются вниз с визгом, криком и ужасом? Эти люди платят, чтобы испытать этот страх необычайной остроты, необычайной силы. Зачем? Потому что страх связан с удовольствием неразрывно в нас. Мы получаем мощнейший выброс адреналина, а потом, когда все закончено, мы получаем впрос эндогенных морфинов, серотонина. В общем, у нас в крови такой коктейль, который обеспечивает вам высочайший уровень эйфории, удовольствия, только в том, конечно, случае, если не произошло чего-то непоправимого. Так и публичное выступление наряду с высоким уровнем стресса, напряжения во время выступления дают и мощный, и долго длящийся эффект некоего состояния близкого действительно к эйфории. И если только во время вашего выступления вы не облажались настолько, что уже ничего исправить нельзя, ужас, ужас, страшно вспомнить, и еще это запечатлено на видео. Если в целом все прошло нормально, благополучно и не закончилось плачевно, вы гарантированно в течение некоторого времени получаете высокий уровень удовольствия. Однако, к сожалению, нужно констатировать следующее. Этот уровень эйфории будет высоким, когда вы будете делать первые шаги, но по мере роста профессионализма, опыта, для вас будет притупляться и вот этот страх, напряжение во время выступления перед ним, и, к сожалению, будет притупляться и ощущение после выступления. Ну как, нормально, все хорошо прошло, в целом удовлетворен, но таких ярких переживаний, боже, я себя не помню, как это было, дайте посмотреть видео, нет, лучше не давайте мне посмотреть, боже, все закончилось, класс. Вот этого всего, к сожалению, уже не будет. Это в любом деле, но тогда вам останется успокоить себя тем, что ваше выступление было эффективным и результативным. Пару вещей, о которых сказать нужно для того, чтобы страх не овладел вами, а чтобы он оставался в ваших руках, чтобы вы владели им. Мы разделим проблему на три временных отрезка. Временной отрезок первый – это что делать со страхом до вашего выступления. Второе – это что делать непосредственно перед выступлением. И третье – что делать тогда, во время выступления. Скажу сразу, нет никакой волшебной таблетки, нет никакого чудесного упражнения, которое я сделал и совершенно не боюсь, ничего не чувствую, если бы такое было возможно. Не работали бы психотерапевты с аэрофобией, не работали бы психотерапевты со страхами, не изобретались бы лекарства, которые позволяют блокировать чувства человека, не нужна была бы анестезия, если бы можно было – хоп, и вот так отключить страх. Скажу больше, я бы и не советовал его отключать. Потому что отключая страх, вы отключаете и ответственность. Если вы уже так не тревожитесь о результатах выступления, то можно, к сожалению, ожидать того, что вы не так-то будете и вкладываться в него. Поэтому в каком-то смысле страх – ваш допинг. Это то, что вас подхлёстывает, заставляет ваш мозг думать интенсивно для того, чтобы вы выступили лучше. По сути, страх – это механизм, который заложен у нас природой для того, чтобы в ситуации опасности мы были более эффективны. Когда вы чувствуете страх, вы чувствуете совокупность дискомфортных ощущений, немного подгибаются колени, невозможно собрать мысли, могут потеть ладони, трястись руки, блуждать взгляд, бледнеет кожа. Видно, что человек боится, видно, что он переживает. Фактически у вас в организме запущен активизационный механизм, который позволит вам в случае, если на вас будут нападать, бороться более эффективно, более интенсивно, с большей силой, более агрессивно. Или если соперник окажется более сильным, а хищник более ловким, более агрессивным, то бежать быстрее, чем вы бежали бы, если бы этого допинга в вас не было. Это механизм, который нужен для того, чтобы вы смогли выжить, для того, чтобы вы могли преодолеть сложную ситуацию. Будьте благодарны природе за этот механизм. И если вы эту энергию, которая в вас накапливается к моменту выступления, не станете подавлять, а станете с ней грамотно работать, она будет направлена на то, чтобы сделать ваше выступление более ярким, более запоминающимся, вас более харизматичным в глазах аудитории, а ваше выступление более эффективным в конечном итоге. Что следует сделать до того, как вы выступаете, до того, как вы уже оделись, чтобы идти на вашу презентацию? Буду скучным. Но чем лучше вы подготовились, тем меньше вы переживаете, тем меньше стресса. Как экзамен. Чем лучше ты подготовился к экзаменам, тем меньше твой мандраж, потому что мандраж связан с тем, что ты не знаешь материала. Есть, однако, такие отличники, которые чем больше готовы, тем больше переживают. Они переживают, как бы какая-то маленькая деталь не помешала им получить пятерку, на которую они идут. Поэтому до все, что вы можете сделать, это качественная подготовка, и не просто качественная подготовка, а подготовка по определенному алгоритму, который я дам. В том числе подготовка, которая включает ваш прогноз того, что может случиться. Об этом мы чуть позднее поговорим. Прогноз, что может случиться, что может произойти, и чтобы вы представляли, что конкретно будет в этой ситуации. И вас спасет опыт. Опытный летчик не может так же волноваться, как новичок. Когда по трассе едет гонщик, допустим, на авторалли, он едет по трассе не первый раз. Накануне он несколько раз по этой трассе проехал, медленно, потом быстрее, потом быстрее. Когда он выезжает на трассу уже с зачетом времени, он чувствует себя увереннее, поскольку он уже проезжал здесь. Поэтому очень важно, чтобы вы до выступления, при подготовке, имели возможность порепетировать ваше выступление. К сожалению, мне приходится констатировать, что даже на очень серьезных деловых форумах, где на карту ставится и репутация оратора, и деньги корпорации, и какие-то очень важные проекты, довольно часто менеджеры пренебрегают необходимостью репетиции. Они не репетируют, у них на это не хватает времени. У них есть время готовить слайды, которые, кстати, довольно часто готовят некие помощники, референты. У них есть время обрабатывать огромное количество информации, но на репетицию времени не хватает. Когда мне доводится работать с компаниями и готовить топ-менеджеров к выступлению, рот-шоу, конференции, я всегда очень много сил трачу на то, чтобы заставить людей оказаться в той комнате, в том зале, в котором они будут выступать, или хотя бы в переговорной комнате, и хотя бы проговорить свое предстоящее выступление. Что вы думаете? Большинство людей как-то все время увиливают, все время пытаются уйти в сторону от этого. Но репетиция – это сразу мощный прорыв. Во-первых, репетиция ясно показывает, что по таймингу, сколько на самом деле занимает ваше выступление. Большинство людей неверно оценивают продолжительность предстоящего выступления. Они смотрят на свои слайды и говорят, у меня выступление будет короткий, минут на 10. Но когда выходит на сцену, 30 минут, и выступление еще не закончено, и слайды еще не кончились. А им кажется, что всего 10. И когда они заявляли свое выступление на конференцию, они заявляли 10 минут. Но они уже вылетают из тайминга фатально. И уже начинают напрягать других участников конференции. Им уже делают знаки. А деваться им некуда, у них еще 3 слайда. И они вот в этом состоянии, будут ли они чувствовать страх, будут ли они чувствовать дискомфорт, будут ли они напряжены во время выступления. Будут. Для того, чтобы снять это напряжение во время выступления и даже до, помогает репетиция. Вы сразу понимаете, действительно ли вы можете в слова обличь то, что вы собирались сказать. А я с этим справлюсь, я этот материал хорошо знаю. Я тысячу раз выступал, подумаешь, говорит такой оратор. Но потом, когда ему стоит выйти на сцену, включить микрофон, выясняется, что опа, вот здесь он путается, вот здесь он не уверен, вот здесь он дважды повторяет уже сказанное и так далее. Поэтому репетиции, репетиции, репетиции. Репетиции не бывает много. Произнесите текст хотя бы, ну хотя бы примерно, как вы собираетесь его произнести. Посмотрите по таймингу, сколько времени это выступление заняло. Потом подготовьте слайды, если они предполагаются. И произнесите уже со слайдами. Включите микрофон, встаньте к экрану и сделайте так, как это будет во время самого выступления. Реально. С каждой репетицией будет повышаться уровень самого выступления. И будет снижаться уровень страха, напряжения, стресса. Когда вы выйдете на сцену, вы не сможете так же волноваться, произнося свою речь 20-й раз, как вы волновались бы, если произносили бы первый. А пока приходится признать, что большинство публичных выступлений сегодня – это первый опыт. Это первая репетиция, но проходящая на глазах у изумленной публики. Вы сразу получаете конкурентное преимущество, если вы проходили этот практикум. Если вы стали делать так, как мы здесь обсуждаем, вы сразу обогнали большинство ораторов вокруг вас. Вы выходите на сцену, а у вас уже текст этого выступления в крови, он уже впечатан в ваше подсознание. Ну, много раз, немного, может быть, вы репетировали всего 2-3 раза, не обязательно 20-30, в зависимости от необходимости. Вы 2-3 раза этот текст откатывали, повторяли, так что же вам переживать? Вы сделаете это гораздо увереннее. У вас та часть мозга, которая была бы загружена вспоминанием, что нужно сказать дальше, и придумыванием следующих фраз, она будет свободна. Эта часть мозга отдаст ту энергию, высвободившуюся на то, чтобы вы контролировали движение по сцене, зрительный контакт, интерактив с аудиторией, ну и так далее. Непосредственно перед выступлением что можно сделать? Первый пункт, он зависит от вас. Есть люди, которые, когда волнуются и напряжены, им очень важен контакт с другими людьми. Им важно с другими разговаривать, прикасаться к ним, держать за руку и так далее. Но есть люди, которых раздражает, когда они контактируют с другими. Им для того, чтобы справиться со стрессом, нужно побыть одним. Поэтому в данном случае я оставляю знак вопросов в зависимости от вас. Если вы относитесь к первой группе людей, идите к людям, перед которыми будете выступать. Садитесь в зал с ними, разговаривайте с ними. Во время перерывов знакомьтесь с ними, обменяйтесь впечатлениями о выступлениях, которые произошли до вашего. Говорите о том, что вы собираетесь выступать дальше и о чем вы собираетесь сказать там. Уровень давления, уровень этого стресса будет становиться ниже по мере того, как вы будете контактировать с аудиторией. Легко, непринужденно вы будете видеть, что перед вами обычные нормальные люди. Если такой возможности нет, если вы не можете появиться перед аудиторией до выступления, то за кулисами, например, если это выступление на сцене, есть какие-то люди, вы можете контактировать с этими людьми, разговаривать с ними. И иногда мне приходилось делать такую вещь, я рекомендовал людям, готовящимся к выступлению, встать вместе, обняться или как в спорте, знаете, сомкнуть руки и произнести какой-нибудь девиз, после чего руки разрываются, знаете, как футбольные команды вот так объединяются. И людям становилось заметно легче, они могли управлять своим состоянием в это время. Вторая вещь, которая вам здорово поможет непосредственно перед выступлением, это ваше тело. Пожалуйста, не нужно сидеть, как перед казнью, обреченно повесив плечи и уткнув глаза в пол неподвижно. Двигайтесь, распрямите плечи, проследите за своей пластикой, чтобы у вас была пластика уверенного человека. Как ходит человек, которому предстоит какое-то очень важное и приятное известие. Не вешайте плечи, не вешайте нос, не ходите, как приговоренные к смертной казни. Распрямите плечи и ходите, пусть шаги ваши будут широкими и медленными. Специально контролируйте ваши движения и вашу речь, чтобы они не были быстрыми, чтобы не были мелкими и быстрыми ваши движения. Говорите и ходите медленно, спокойно, с достоинством. Прямая спина, откинут назад затылок, шаг свободный, походка от бедра. Если вас что-то спрашивают, отвечайте через небольшую паузу. И связанное с этим третий компонент, здесь я пишу пластика, третий компонент – это дыхание. Кстати, если у вас будет возможность пройтись, сбежать по лестнице, поприседать где-то, поделать наклоны, поделать, и многим людям очень полезно бывает для снятия стресса активное движение, но только не непосредственно перед выходом на сцену, чтобы у вас дыхание восстановилось. Если возможности подвигаться активно нет, то вы просто ходите спокойно, уравновешенно. Посмотрите, чтобы у вас не было лишнего напряжения в мышцах. Расслабляйте мышцы и сосредоточьтесь на своем дыхании. Дыхание глубокое и спокойное. Отойдите в сторонку, сядьте или встаньте и возьмите дыхание. Следите, чтобы вдох происходил без резких движений. Спокойно, одним разом, равномерно вдохнули и спокойно выдыхаете, следя за тем, как воздух меняет ощущение ноздрей вашего носа. На вдохе чуть охлаждает, на выдохе чуть греет. Прямо сосредоточьтесь на этом, прямо думайте о дыхании. Вот сядьте и так 10 вдохов и 10 выдохов. Причем следите, чтобы вдох и выдох были равными по продолжительности. И чтобы каждый вдох и каждый выдох был равен другим по продолжительности. Вы за 10 вдохов и выдохов можете ввести себя в такое состояние равнодушия к происходящему, что когда вам скажут «пора на сцену», возможно, вы даже скажете «к чему это все? Оставьте меня». Дыхание – очень мощный инструмент саморегуляции. Попробуйте включить этот компонент. Когда вы нервничаете, когда вы в стрессе, вы дышите прерывисто, поверхностно. Дышите спокойно, ровно, глубокий. Вдох без напряжения, животом, если вы знаете, о чем я говорю. И такой же выдох. И, наконец, что во время выступления? Каким образом лишний уровень напряжения можно снять? Мы в первом уроке обсуждали с вами интерактив как инструмент привлечения и удержания внимания аудитории. Интерактив как критерий современного публичного выступления. Я добавлю сюда же интерактив. Когда аудитория начинает контактировать с вами, у вас заметно снижается уровень стресса. Пока люди сидят в зале и никак не выказывают своего отношения, а вы говорите перед ними, всегда есть неизвестность, а как они относятся, а как они оценивают то, что происходит. Стоит вам предложить аудитории каким-то образом откликнуться, у вас резко снижается уровень напряжения. Люди вообще доброжелательнее, чем мы предполагаем. И поэтому, когда вы просите людей в зале каким-то образом среагировать на вас, каким-то образом призываете их к контакту, они, как правило, откликаются на это, потому что они доброжелательны. Вы видите эту доброжелательность, намерение союзничать с вами, сотрудничать с вами, и вам резко становится легче и лучше. Вторая вещь, о которой вам нужно помнить. Мы обсуждали с вами активную пластику как критерий современного оратора, но в этом случае пластика, движение по сцене, жестикуляция. Это в том числе и способ саморегуляции. Высокий уровень напряжения в статике, он только усиливается. Когда вы движетесь, это способствует большей раскованности. Раскованности в движениях пластики и раскованности в ваших ощущениях. Ваше тело и есть ваша психика. Напряжение психики, напряжение тела – это тождественное понятие. Ходите раскованно, раскрепощенно двигайтесь, садитесь, вставайте, перемещайтесь по залу, жестикулируйте, поворачивайтесь. Ваш уровень напряжения тоже снижается. Вот те вещи, которые помогут вам справиться со страхом. Но повторю, не ждите, что страх отпустит, напряжение уйдет, и вы будете чувствовать себя безразлично. Этого не произойдет. Все, что вам нужно сделать, направлено на то, чтобы вы держали страх в руках, а не он в вас. И самое важное. То, что мы будем сейчас обсуждать в течение остального времени нашего сегодняшнего урока в практикуме, опосредованно влияет на снижение уровня стресса, снижение уровня напряжения при подготовке к выступлению и во время этого выступления. Мы будем с вами изучать алгоритм подготовки. Но, может быть, алгоритм, скажем, слишком громко, алгоритм предполагается сложной системой, разветвленная. Наш алгоритм, наша система будет очень простой, будет включать три пункта, но в этих трех пунктах будут еще и некие подпункты, некие вещи, которые я вам рекомендую записать, зафиксировать в памяти, перенести потом, может быть, в компьютер, но самое главное – перенести в практику, довести до уровня привычки. Должен сказать, что, к сожалению, приходится признать, что большинство ораторов, которые готовят сегодня публичные выступления, делают это, ну, либо вообще делают это кое-как, либо делают это неправильно. И у вас появляется еще одно конкурентное преимущество. Если вы будете правильно, грамотно готовить публичное выступление, вы имеете возможность обогнать других ораторов, сразу получив несколько очков форы. Приступайте. Итак, алгоритм подготовки. Алгоритм подготовки, по большому счету, он известен человечеству не один век. Как вы знаете, хороший врач, да и любой врач, прежде чем лечить больного, сначала, естественно, сделает диагноз. Причем диагноз этот, чем точнее, чем детальнее, тем лучше. Хороший военачальник, несомненно, прежде чем спланировать сражение, проведет, естественно, разведку. Он изучит соперника, изучит противника. Он изучит место, где предстоит бой. Он изучит как можно больше параметров для того, чтобы принять правильное решение. Хороший боксер, прежде чем боксировать с соперником, изучит этого соперника, как он ведет бои, какие у него есть привычки, какие у него сильные и слабые стороны и так далее, и так далее. Таким образом, первый шаг в подготовке публичного выступления – это то, что я назвал разведкой. Максимальное изучение, максимально детальное изучение ситуации предстоящего публичного выступления. Максимально детальное, максимально доскональное, максимально... Максимальное. Короче говоря, что эта разведка должна включать? О чем должна быть информация? Что вам следует изучить? О предстоящем публичном выступлении. К сожалению, есть выступления, когда вы не можете получить достаточного количества информации. Но постарайтесь получить как можно больше или предположить ту информацию, например, которую получить невозможно. Итак, первое, что вас должно интересовать – это, конечно, аудитория. Предстоит вам выступать перед людьми. И чем больше вы будете знать об этой аудитории, тем лучше. Что об аудитории знать можно? Ну, есть исчислимые параметры такие, например, количество. Сколько будет людей в зале? Соотношение мужчин и женщин. Это не всегда имеет принципиальное значение, но бывают ситуации, когда это важно. Вы должны максимально точно представлять себе, как все будет происходить. Поэтому было бы хорошо, если бы соотношение мужчин и женщин позволило вам создать в глазах картинку. Аудитория будет преимущественно молодая или люди постарше, более старшего возраста. Понятно, что это разные аудитории с разной готовностью воспринимать информацию и так далее. В каком состоянии будут эти люди? Кто будет выступать до вас и кто будет выступать после вас? Люди будут скорее напряжены. Может быть, людям будет скучно, поскольку до вас будут скучные ораторы. А может быть, наоборот, они будут возбуждены, разогреты, потому что до вас будут выступать хорошие ораторы. Перед вами обед, и люди придут с обеда, такие несколько расслабленные. Или, наоборот, обед будет после вашего выступления, и люди будут такие в ожидании и предвкушении обеда. Что будет происходить? Какой будет контекст вашего выступления? Вот что еще важно знать. Контекст. Что будет до и что будет после. Третий компонент, который необходимо выяснить в разведке, это где будет проходить выступление. Площадка, как я это называю. О площадке нужно знать, какой будет зал, как он будет устроен, какие будут технически использованные средства для того, чтобы вы выступили. Будете ли вы говорить через микрофон, или будете говорить без микрофона. Слайды, проекторы и все-все-все оснащение, которое есть в этом зале. В идеале было бы здорово, если вы могли получить фотографии этого зала, я всегда прошу прислать мне фотографии или ссылки на сайт конференц-холла или отеля, в котором будет проходить выступление. И я сам смотрю, как это все будет, какие цвета и так далее. Даже не в том дело, что вы можете придумать, ага, желтые стены, значит, можно обыграть этот цвет. Это не обязательно, просто то, что вы увидите в своем воображении себя в этом зале во время выступления, оно позволит быть более готовым психологически. Это тоже снимает напряжение, потому что вы в своем воображении уже были в этом зале. Вам будет проще. Бывали случаи, когда мне удавалось, узнав о площадке какие-то детали, нюансы, подготовиться к выступлению, сделать его более запоминающимся, более ярким. Помню, в этом зале на стене мозаикой выложен портрет. Портрет очень известного человека, известный человек прошлого. И зная о том, что этот портрет есть в мозаике, я свое выступление начал с рассказа вот об этом человеке. Я попросил всех повернуться, посмотреть на этот портрет мозаичный. И рассказал об этом человеке такие факты, которые вряд ли люди знали в зале. Это вызвало удивление, какой-то разговор. И потом я перешел от этого к теме моего выступления, красиво, грамотно увязав эти вещи. Это очень здорово работает на аудиторию. И у многих сидящих в зале возникло ощущение, что это был экспромт, что я вот вышел на сцену, ой, смотрите-ка, вот такой-то портрет, и рассказал об этом. На самом деле это была домашняя заготовка, которую я сделал, но не сделал никто из ораторов, потому что, похоже, я единственный, кто провел разведку вот таким образом, познакомившись с аудиторией. Кстати, всегда, когда у меня есть возможность приехать и посмотреть площадку для выступления накануне, ну или там за несколько дней, даже недель до выступления, я всегда этой возможностью пользуюсь. Я приезжаю туда, смотрю, как все устроено, поднимаюсь на сцену, хожу по этому залу, проверяю, как он отдает звук, вот как отражается от стен звук моего голоса. Мне, конечно, гораздо проще становится выступать в этом зале в тот момент, когда я выхожу на сцену уже во время выступления. Я это делаю не первый раз, и поэтому я не только готов к выступлению в деталях, я еще и волнуюсь гораздо меньше. Однажды, во время очень представительного корпоративного форума, один из выступающих в зале, когда его объявили, пошел на сцену из зала. Он не стоял за кулицами, он пошел на сцену из зала, он был один из руководителей компании. Видно было, что человек, он не спортивный по состоянию его тела, по движениям человек не спортивный. И он не учел одного момента. Он поднимался впервые на эту сцену и не знал, как здесь устроены ступеньки. А ступеньки устроены очень опасным образом. Человек, поднимающийся из зала, поднимается на сцену не по прямым ступенькам, а они как бы поворачивают, представляя собой фрагмент винтовой лестницы. И левая часть каждой ступеньки узенькая-узенькая, а правая часть каждой ступеньки получается широкая-широкая. И для того, чтобы подняться по этим ступенькам, а тем более взбежать по ним, нужно иметь определенный опыт. Левая нога делает очень короткий шаг и становится только на носок, но правая нога делает широкий шаг и как бы немного с поворотом. Но когда человек много раз по этим ступенькам поднимается, он уже знает эти движения, он к ним готов. Но когда этот человек делает подобное движение впервые, его ждет сюрприз. А он еще немножко напряжен, поскольку выступление, корпоративный форум, 600 человек в зале, и вот перед нами оратор, который делает шаги по лестнице, и вдруг, к удивлению, он понимает, что двигаться нужно как-то особенным образом. До четвертой ступеньки он не успевает понять, каким именно образом ему нужно двигаться, и он не справляется с этим движением, и на последних ступеньках он цепляется носками ботинок и обрушивается на сцену. Это был самый запоминающийся момент корпоративной конференции. Потом никому после него не удавалось превзойти такой всплеск внимания аудитории. Это было давно, и так часто люди не снимали на телефоны. Думаю, если бы кто-то в это время достал телефон и подумал, о, выступает первое лицо нашей компании, запишу-ка я это на телефон, чтобы потом пересматривать дома и проникаться словами, которые он говорит. Если бы кто-то записал это на видео, взорвал бы YouTube. Миллион просмотров был бы гарантирован. Да, оратор как-то сумел выйти из положения, отряхнул брюки, пиджак, что-то сказал в микрофон, нашлась какая-то шутка, он справился с ситуацией в целом, но, конечно, он не так хотел начать свое выступление. Изучайте площадку, на которой вы собираетесь выступать. Следующее. О чем вам еще хорошо бы знать перед выступлением? Что хорошо бы вам исследовать до того, как вы будете выступать перед аудиторией? Что еще вы можете разведать? Вы знаете, в ряде случаев я, например, смотрю, какая будет погода в городе, в котором я выступаю. Зачем? Для общего представления. Я понимаю, как я буду ехать. Если будет дождь, что мне нужно взять для того, чтобы не промокнуть? Или, может быть, мне нужно переодеться для того, взять с собой одежду и переодеться? В общем, при разведке не бывает лишней информации. Все, что вы узнаете, будет на пользу. Второй пункт алгоритма подготовки к публичному выступлению – это стратегия. Как военачальник? Он проводит разведку. После того, как он провел разведку, он разрабатывает стратегию. Стратегия включает два компонента. Первый – это цель. Второй – это совокупность мер для ее достижения. То есть задачи. Задачи, которые оформлены во времени. Некий план. Таким образом, цель публичного выступления и план достижения этой цели – вот что собой представляет стратегия подготовки к публичному выступлению. Какой может быть цель публичной речи? Многие люди, которые готовятся выйти на сцену, не могут мне ответить на вопрос, а зачем ты идешь выступать? Что ты хочешь получить? Какой результат? Люди говорят, ну не знаю, чтобы меня не побили. Или, ну не знаю, чтобы люди похлопали мне. Это же не цирк. Публичное выступление – это очень энергозатратная деятельность для человека. Вообще, говорение энергозатратной деятельности, а говорение публичное, ответственное, когда у вас на кону стоит очень много, это очень дорогая, высокая цена, которую вы платите. Вы платите огромное количество жизненной энергии и платите огромное количество времени, которое вы затрачиваете на подготовку выступлений и, собственно, на выступление. Зачем? На что вы эту энергию меняете? Что вы хотите получить взамен? Аплодисменты? Не слишком ли дорогие аплодисменты получаются? Цель любого публичного выступления заключается в действиях аудитории. Действия аудитории. После вашего выступления аудитория должна совершить какое-то действие. Если это действие не совершено, значит цель вашего выступления не достигнута. Если это действие совершено, но не в том объеме, в котором вы ожидали, ваша цель не достигнута. Предположим, ваша компания меняет стратегию и в рамках стратегии, изменения стратегии этой компании у вас вводятся новые стандарты работы, компании. Руководитель этой компании выступает, рассказывает об этих новых стандартах и призывает сотрудников компании этим новым стандартам следовать. Проходит два месяца, ему докладывают, что новые стандарты не внедряются, никто не делает так, как сказано людям, цель публичного выступления не достигнута. Политик выходит на сцену и призывает голосовать за него на выборах. Он проводит 200 встреч с избирателями в разных местах, 200 выступлений. Понятно, что его нервная система получает такой степени удар, какой не получала никогда в жизни. Он проводит несколько выступлений в день и к концу дня он совершенно выжат. Он не встречается со своей семьей, он не занимается спортом, он не имеет возможности читать. Все, что он делает, вся его энергия, все его внимание направлено на эти публичные выступления. Он о них думает, они снятся ему ночами, он с ними просыпается, он с ними засыпает. Сотни людей, тысячи людей перед его глазами, вопросы из зала. Он сосредоточен как биатлонист во время гонки. Все это время он выступает месяц и получает полтора процента голосов. Цель публичного выступления не достигнута. Но чтобы она могла быть достигнута, в принципе, нужно понимать, ради чего ты выступаешь. Чуть позже мы с вами обсудим четыре жанра публичных выступлений и четыре группы целей, которые может преследовать публичное выступление. Итак, что люди должны сделать после выступления? Подумай над этим. Какую цель ты себе ставишь? Потому что пока ты цель не поставил, ты не можешь разработать грамотный план, ты не можешь понять, что конкретно делать. Итак, второй компонент, когда тебе удалось выяснить, для каких целей ты собрал людей и для каких целей ты потратил столько времени для того, чтобы поговорить с ними, нужно составить план выступления. План выступления я рекомендую делать в любом случае, когда это очень короткое выступление, когда это огромное выступление. Неважно. Кстати, если выступление большое по времени, это совсем не означает, что план будет тоже большим. Какой может быть план выступления? Вариант номер один. Это хорошо нам известный план, так называемый развернутый. Развернутый план выступления. Если вы писали сочинение в школе, а вы писали сочинение в школе, возможно, вы готовили к этому сочинению план. План, в котором есть три больших пункта, и там под пункты. Один, два, три, а может быть были еще развернуты А, Б, В, и такие получаются тезисы. Такой план представляет собой готовые тезисы выступления. Бери и выступай по ним. Если вы можете подготовить такой план, отлично. Второй вариант плана подходит для современных ораторов, для продвинутых. Это mind map. Возможно, некоторые из вас уже сейчас конспектируют сегодняшний практикум с помощью mind map. Если еще не владеете этой технологией, очень рекомендую это сделать. Интеллектуальные карты, так называемые. Когда у вас план не только выписан попунтно, а он еще расположен таким образом, который позволяет зрительно его воспринимать наилучшим образом. И самое интересное, его можно запомнить, его можно воспринять так, что потом легко его воспроизвести в памяти. В крайнем случае, а иногда это лучший способ, вы можете сделать уникальный план. Дарю вам технологию, называется план 7. План 7 – гениальное изобретение современного ораторского искусства. Если у вас выступление слишком простое, чтобы можно было строить mind map, слишком короткое, чтобы делать развернутый план, ваше спасение, ваше решение – это план 7. В чем заключается план 7? Что это за гениальное изобретение? Заключается технология в следующем. Вы садитесь на стул, кладете перед собой листок бумаги, берете ручку или карандаш, и на то время, что вы готовите план 7, вам запрещено есть, пить, курить, вставать, ходить, в том числе и ходить в туалет, брать трубки телефонов, есть, ничего нельзя. Все, что вы можете делать – это готовить план 7, больше ничего. Вы садитесь на листком бумаги и пишите 7 пунктов вашего предстоящего публичного выступления в любом порядке, можете зачеркивать, менять, что-то добавлять и так далее, но вы не заканчиваете работу, пока у вас не будет план из 7 пунктов. Что я скажу в начале, что я скажу потом, что я скажу потом, что потом, что потом, что перед концом, что в конце. Почему именно 7? Не знаю, ну как-то 5 маловато, 10 много. Но почему тогда не написать просто план из 6-8 пунктов? Потому что в таком случае у вас не будет критерия окончания работы. Критерием окончания работы является момент, когда вы дописали 7 пункт и поставили точку. План есть. У вас должен быть план на бумаге, должен быть план в голове. Дальше работа пойдет. Работа пойдет гораздо быстрее, гораздо лучше, гораздо интенсивней. Многие люди не готовят плана выступления, у них получается нагромождение контента в начале, а в конце они не знают, что сказать. Такое, знаете, уменьшение. Сами по себе это знаете, у вас, наверное, иногда тоже такое было. Начинаешь готовить, куча-куча-куча материала в начале, а потом в конце неизвестно, что говорить. Составьте планы с 7 пунктов, но не обязательно план должен быть написан один раз и навсегда, и никогда больше не меняться и так далее. По ходу подготовки выступления у вас могут в план вноситься коррективы. Что-то может добавляться, что-то может убираться, какие-то пункты могут расширяться, какие-то пункты могут сокращаться. Когда у вас есть план, вы можете переходить к следующему пункту подготовки публичного выступления. Однако, повторю, что план может меняться, и в процессе следующего пункта он и должен меняться. Это нормально и естественно. Как при подготовке сражения хороший полководец, проведя разведку, разработав стратегию, еще не может быть уверен, что его солдаты справятся с боем. Как хороший тренер, который готовит боксера к поединку, как бы много он не смотрел с боксером поединке будущего, соперника, как бы они не изучали площадку, на которой будут выступать, контекст, как бы они не готовили стратегию, все равно он не может быть уверен в своем подопечном до тех пор, пока не произошло что, пока его подопечный не потренировался должным образом. Подбирается спарринг-партнер, соответствующий характеристикам предстоящего соперника, и проводятся тренировочные бои с этим спарринг-партнером. Военачальник собирает солдат, описывает вам и описывает им предстоящую ситуацию, проводит разбор и учение в идеале, ну и так далее, и так далее. Хорошо бы, чтобы вы потренировались для того, чтобы вы выступили публично-качественно, хорошо бы, чтобы вы приобрели опыт именно в этом публичном выступлении. Не пожалейте времени на репетиции, когда к репетициям следует приступать. Типовая ошибка. Человек готовит выступление, рисует-рисует слайды и думает, я порепетирую, когда выступление будет готово. Выступление не будет готово никогда, потому что выступление – это акт говорения с аудиторией, а не акт показывания ей слайдов, не акт показывания ей плана. Поэтому вам нужно будет говорить перед аудиторией. И чем раньше вы станете это делать, тем лучше. Вы можете начать тренировки, начать репетиции, когда план еще очень сырой, когда план еще только в первых набросках. Когда вы порепетируете, вы увидите, может быть, в плане есть какие-то длинноты, какие-то пункты слишком большие. Может быть, этот план слишком громоздкий, и ваше выступление получается слишком длинным. Может быть, здесь можно сократить какие-то пункты, но вы это поймете в правильный момент времени. Не тогда, когда план уже будет готов, слайды нарисованы, и станет понятно, что выступление слишком длинное. Может быть, и обратное выступление слишком короткое. Хоп, и уже кончился материал, а вам нужно выступать 40 минут, тогда вам нужно будет добавлять пункты плана, расширять пункты плана и так далее. Я рекомендую начать репетиции как можно на более раннем этапе. Пусть сыровато, пусть так прикидочно, но уже начинайте. Как репетировать? Репетировать ртом. Если вы собираетесь выступать ртом, репетируйте ртом. Не надо репетировать про себя. Репетировать про себя это все равно что танцевать на пальцах на столе в надежде, что вы таким образом научитесь, и когда выйдете на танцпол, вы спляшете так, как нужно наилучшим образом. Говорите ртом, говорите двигаясь. Не надо вот этого сидя за столом, значит открыть ноутбук, ну значит я тут скажу это, потом скажу это, потом скажу это. Нет, нет, собираешься говорить перед публикой стоя, вставай. Представь себе, что публика сидит перед тобой в зале. Говори так, как ты будешь говорить. Ты можешь подглядывать в компьютер, можешь подглядывать в свои тезисы, можешь в планшете сделать себе подсказки и подглядывать в эти подсказки, прерываться, посмотреть и продолжать дальше. Но репетируй так, как ты будешь выступать реально перед аудиторией. Некоторые теннисисты, когда не имеют спарринг-партнера, они играют в стенку. Они бьют в стенку, и стенка отражает. Стенка не соперник. Стенка не может изменить непредсказуемым образом направление движения мяча или дать ему ускорение. Стенка отражает предсказуемым образом. Но все равно даже тренировка в стенку дает возможность подготовиться лучше к настоящему поединку. Точно так же и вы, репетируя выступления перед воображаемой аудиторией, играете как бы в стенку. Бывали случаи, когда некоторые мои ученики репетировали и ставили перед собой изображения. Например, у них были какие-нибудь фотографии, какие-нибудь рекламные посты и так далее. Они их клеили на стену, чтобы там видеть лица. Лица, изображенные на этих постерах рекламных, как бы люди, сидящие в зале. Им было проще представить аудиторию, чем если перед ними была бы пустая стена или зал, наполненный пустыми стульями. Вы можете тренироваться вот подобным образом. И чем ближе ваше выступление, тем больше ваше выступление похоже на то, что вы собираетесь сделать в самом конце. В идеале хорошо бы, чтобы вы провели и генеральную репетицию, как бы учения такие максимально приближенные к боевым условиям. В идеальном идеале, если вам удастся провести выступление, его генеральную репетицию в том зале, в котором вы будете выступать. В идеале с микрофоном, если вы будете выступать с микрофоном. Со слайдами, если вы собираетесь выступать со слайдами. То есть ваша генеральная репетиция должна быть абсолютно в той же ситуации, в которой вы будете выступать в реальной жизни, и даже было бы хорошо, если люди бы сидели в зале. Ну, может быть, не те же самые, конечно, какие-нибудь другие, ваши коллеги, друзья и так далее. Какие-то люди, которые могли бы сидеть в зале, и к которым вы обращались бы во время своего выступления. Если вы собираетесь устраивать какие-то акты интерактива, вы бы вовлекали этих людей, они бы как-то откликались, симулируя реальное выступление. Довольно часто в генеральной репетиции обнаруживают недочеты, какие-то ошибки, какие-то недоработки, которые еще можно скорректировать для того, чтобы сделать выступление ваше более качественным. И последнее, что важно сделать, что может быть сделано, и что спасло репутацию очень многих людей на земле, которые знали об этом приеме, об этом способе подготовки к публичной речи. Я это называю диверсионный анализ. Дело в том, что во время выступления есть какой-то процент вероятности, что произойдет что-то непредвиденное. Что-то, что может помешать проведению вашего выступления, или что-то, что может нарушить его ход. Диверсионный анализ. Что это означает? Вы знаете, в некоторых консалтинговых компаниях, которые изучают поведение клиента в компании, проводят такую вещь. Они проходят тем путем, которым приходит клиент компании. Они изучают путь покупателя. И, допустим, делается следующая вещь. Консультант, который владеет технологией, знает психологию поведения покупателей, идет по улице, подходит к магазину, работу которого они исследуют. И он обращает внимание на вывеску. Как она расположена? Не загоражена ли она? Как цвета? Достаточно ли контрастны? Все ли понятно? Как дверь? Неудобно ли? Не бьет ли в грудь, когда ее толкает, например, выходящий покупатель? Если он замечает какие-то неудобства, он все это записывает. Он смотрит на покрытие пола. А когда будет зима и будет, например, скользко, то не будет ли она скользким чересчур? И записывает это наблюдение. Входит внутрь. Ага, стоят охранники. Охранники стоят слишком явно. Это несколько отпугивает. И он записывает эту вещь. Потом он идет, поднимается на второй этаж. Удобно идет. Он подмечает все недочеты, все, что может отрицательно влиять на поведение потенциального покупателя. И потом, разобрав все это детально, может быть, вычеркнув какие-то пункты, он представляет руководству список, что нужно сделать для того, чтобы скорректировать работу магазина и увеличить количество покупок. В нашем случае, в случае подготовки публичного выступления, необходимо пройти всем тем путем, которым пройдет ваша аудитория. И пройти вам тем путем, которым пройдете вы во время выступления, для того, чтобы исключить все, что может составить угрозу для вашего выступления, быть диверсией для этого выступления. Часть рисков на аудитории, на поведение аудитории. Поэтому вам хорошо бы знать, что в зале будут какие-то люди, которые могут негативно повлиять на ход выступления. Неоднократно, когда я задавал вопрос организаторам моих выступлений, не следует ли в зале ожидать какого-то подвоха. Мне говорили, вы знаете, у нас есть в компании один человек, вот он все время, во время выступлений, он все время задает какие-то вопросы острые, неудобные. Он постоянно притягивает внимание к себе, постоянно какие-то скандальные ситуации создает. Правда, как он выглядит, покажите мне его. Есть у вас фотографии этого человека, да? А что он именно говорит? А почему он так себя ведет? А как аудитория реагирует на его поведение? И вы знаете, когда меня предупреждают об этом человеке, мне гораздо проще. Я уже вижу, где он сидит, я уже понимаю, что он готовится к какому-то выпаду. И я могу это предупредить. Я могу сказать о нем в шуточной манере так, что люди в зале поймут. И когда он наконец станет произносить свои как бы скандальные высказывания, люди в зале среагируют мягко, с юмором, ха-ха-ха, предсказание сбылось. Или, может быть, он передумает произносить свои фразы. Я могу в ходе выступления, не обнаруживая того, что я знаю о его присутствии, об особенностях его поведения, я могу в ходе выступления установить с ним позитивный контакт какой-то, как-то отметить его, похвалить его за что-то в зале и нейтрализовать его, возможно, негативное поведение. Я могу подготовиться, я могу знать, что он скажет и знать, как среагировать, спланировать это заранее. Это будет лучше, чем если произойдет сюрприз. Бывают особенности помещения, о которых не все знают, провода под ногами, особенности микрофонов, особенности расположения технических средств. Бывают неудобные ступеньки, о наличии которых и особенности которых вам имеет смысл знать. Бывали случаи, когда рядом с залом были помещения, из которых исходил неприятный запах или, допустим, система кондиционирования работала на полную мощность, но при этом не могла охладить зал и в нем было жарковато. Если я знал об этом заранее, я мог аудиторию об этом предупредить, договориться с аудиторией, что мы потерпим. Или, наоборот, сделать дополнительный перерыв для того, чтобы зал можно было проветрить, открыв окна. И так далее, и так далее. Сделайте диверсионный анализ придирчиво. Разузнайте обо всем, что может негативно повлиять на ход вашего выступления. Появитесь в этом зале и пройдите, разнюхивая, что здесь может помешать или навредить. Если вы знаете об особенностях аудитории и можете узнать об особенностях аудитории, лучше это сделать заранее. Диверсионный анализ поможет вам избежать сложной ситуации. Понятно, что вероятность такой диверсии очень низкая, но лучше быть готовым и к этой низкой вероятности. Повторю, диверсионный анализ спас репутацию сотен и сотен ораторов, которые вышли на сцену более подготовленными, чем могли бы, если вы не знали об особенностях этой аудитории и об особенностях этой площадки. А мы с вами, как я и обещал, сейчас узнаем о четырех жанрах публичных речей, которые определяют цели публичного выступления. Эти цели могут различаться, и действия аудитории, к которым вы ее склоняете, могут различаться. Есть четыре жанра публичных речей, и различаются они по двум параметрам. Сейчас мы сделаем систему координат. Так как на моем слайде по оси абсцисс у нас будет содержание, по оси ординат вертикальной форма. Понятно, что разделение публичного выступления на форму и содержание – вещь довольно условная, но тем не менее она есть. Понятно, что содержание – это тот контент, который можно было бы передать в письменном виде. Это форма выступления. Вот ваше выступление взяли, люди записали диктофон и потом переписали буквами. Ваше выступление – это контент, который вы выдали, это содержание вашего выступления. Но в подавляющем большинстве случаев содержание выступления, не оформленное, не сделанное в виде публичного выступления, а сделанное в виде текста, не будет иметь такой силы воздействия. Как и, например, Камасутра для ораторов. В ней описана значительная часть той информации, которую мы с вами обсуждаем. Но информация, которую вы прочитаете, не будет иметь такого воздействия, как мое воздействие на вас в режиме практикума. А если бы вы были в живом выступлении, еще было бы выше. Но для этого вам пришлось бы выделить время, приехать в другой город, просидеть на выступлении целый день или даже больше. Понятно, что публичное выступление – это более интенсивное воздействие на аудиторию с большим результатом. Поэтому в публичном выступлении мы оцениваем еще такой параметр, как форма. Итак, я сейчас перенесу эту систему координат на свой флипчарт. Это будет не так красиво и ровно, как на слайде. Итак, у нас здесь содержание и здесь форма. Нетрудно догадаться, что есть выступления, в которых контент, содержание является главным критерием качества, и без этого никуда не деться. Если контент будет не таким качественным, содержание не удовлетворит аудиторию, никакие уловки в смысле формы это выступление не спасут. Что же это за выступления такие? Это выступления, например, преподавателя в стенах университета, когда он читает лекцию, и в этой лекции главная ценность – это содержание этой лекции. А то, насколько оратор был интерактивен, держал зрительный контакт, какой была красивой его жестикуляция, не спасут, если лекция была слабой. Правильно ведь? Этот жанр речей называется «информирующие речи». Информирующие. Их задача – передать информацию. А цель информирующих речей, мы с вами говорили, цель любого публичного выступления – это действия аудитории. Что должно произойти с аудиторией, если информирующее выступление хорошее, качественное, результативное? У аудитории должно произойти, что знать, запомнить? Нет. У аудитории должно произойти понимание. Не просто запоминание. У аудитории должно произойти понимание. Люди после информирующих речей должны понять суть того, что вы говорите. Если это публичное выступление в бизнесе, в ходе этой презентации вы должны познакомить компанию с новыми принципами обслуживания клиентов, то люди должны не просто запомнить это принципы, они должны понять эти принципы, принять их, понять. В этом цель публичного выступления информирующего. Лекции, доклады, презентации по продукту. Например, вы рассказываете будущим продавцам о новом продукте или новой услуге, которая в вашей компании появится на следующей неделе. Вы рассказываете о нем, и люди понимают, в чем особенности, для какой целевой аудитории этот продукт или эта услуга, продукт производится, услуга оказывается и так далее и так далее. Выступления, в которых важнее форма, чем содержание. Форма включает в себя пластику, голос, интонацию, костюм, вовлечение аудитории. В общем, весь этот фантик вокруг контента, он может быть принципиально важным, а содержание может быть хорошо известным аудитории. Как это можно выступление представить на себе? Это выступления развлекательные. Какая же цель развлекательного выступления? Что с аудиторией должно произойти и какие изменения должны произойти в аудитории? В аудитории меняется состояние. Люди пришли грустными, вышли веселыми. Люди пришли нейтральными, вышли возбужденными. Развлекательное выступление меняет состояние аудитории, эмоциональное состояние. Вряд ли вам нужно выступать с такими речами регулярно. Вы понимаете, что это поле работы профессионалов. Это комедиклаб, это эстрадные артисты. Впрочем, иногда, в ряде случаев, бывает полезно выступить в этом жанре. Папа, Дед Мороз и обращается к детям с развлекательной речью. В этой речи он ни о чем не информирует, не дай бог, аудиторию. Его задача повеселить детей, привести их в нужное состояние. Руководители компании, выступая на корпоративной вечеринке, не как Огурцов выступает с информирующей речью, с какими данными мы, с какими результатами мы подошли к окончанию года, вот отчет нашей компании. Нет, он выступает с развлекательной речью, в ходе которой он повеселил людей, настроил их должным образом на празднование окончания рабочего года. И этим ограничился. Рекомендую посмотреть выступление Джима Керри перед выпускниками университета. Один из университетов пригласил Джима Керри, известного комедийного актера, выступить перед студентами, которые закончили обучение в этом университете. И он выступил с развлекательной речью, но в которой были все-таки и мотивирующие моменты. Мы сейчас опустимся с вами по двум показателям и по содержанию, и по форме. На один шаг вниз и влево. Что же это за выступление, где и форма, и содержание не предъявляют слишком больших требований к оратору? Где от нас не требуется высокий уровень артистизма, и где, в общем-то, содержание тоже довольно предсказуемо, я бы сказал, банально. Эти выступления называются ритуальные речи. Речи, которые произносятся, потому что так принято в обществе. Потому что требуют сценарий проведения мероприятия, чтобы эта речь обязательно была произнесена. К этим речам относятся тосты. Когда вы поздравляете своего друга с днем рождения, или своих родственников с днем свадьбы. Когда вы произносите речь над телом погибшего человека. Когда вы открываете какое-то мероприятие или закрываете его. Когда вы представляете оратора, который собирается выйти на эту сцену. Вы произносите ритуальную речь. Так положено. Вы не имеете права уйти с дня рождения, не произнеся тоста. Вы не имеете похоронить человека, право и пока над ним, над его могилой, над его телом не произнесены речи. Вы не можете выпустить на сцену оратора из следующего, если вы не представили его должным образом. Вы не можете закончить мероприятие, пока вы не выступили с речью, в которой вы благодарите всех собравшихся. Подводите краткие итоги, говорите о своих впечатлениях и не прощайтесь с аудиторией. Это короткие речи. Содержание их всегда предсказуемо, понятно, не требуется что-то там особенное с аудиторией делать. И какой результат этой речи, какова цель, что меняется в аудитории. У аудитории меняется отношение. Если вы произнесли хороший тост, у людей меняется отношение к вашему другу, о котором был этот тост. Если вы произнесли тост на свадьбе, у людей меняется отношение к жениху, невесте, к браку, семье и свадьбе в целом. Если вы произнесли речь над телом усопшего, к нему меняется отношение. Если вы произнесли речь, в которой вы представляете следующего оратора и говорите о том, как этот человек повлиял на вас, какое потрясение он вас вызвал, какое впечатление на вас произвели его работы, с которыми вы ознакомились, какой это вообще человек особенный, и представляете, и он выходит на сцену, если вы сделали это грамотно и хорошо, то люди, сидящие в зале, еще глаза не видели оратора, не слышали ни одного слова от него, но они уже относятся к нему заведомо хорошо. И, конечно, если ритуальная речь не достигла цели, если вы сделали это неправильно, плохо, некачественно, отношение может измениться, но может измениться в худшую сторону. Такое тоже бывало, и, к сожалению, я это видел в своей жизни. И сейчас мы переходим к жанру, который я считаю царицей ораторского искусства. Жанр наиболее энергетически и технологически сложный. Жанр, в котором задача более ответственная и критерий ее достижения наиболее явен. Это публичные речи, где и форма, и содержание достигают своего пика. Это публичные речи, побуждающие. Здесь меняется аудитории не просто состояние, не просто понимание, не просто отношение, а вот здесь-таки как раз и появляется действие. Действие как критерий качества выступления и как главная его цель. Побуждающая речь должна составить людей действовать. Если вы политик, то голосовать за вас. Если вы руководитель компании, выступаете перед потенциальными клиентами, то действие – это покупка ваших товаров или ваших услуг. Если вы сотрудник компании и представляете новый проект, то ваша задача – получить действие аудитории, выраженное в инвестициях в этот проект, в поддержке этого проекта, в то, чтобы этот проект был реализован вашей компанией. Побуждающая речь заставляет людей в состоянии покоя перейти в состояние действия, поддержки. Если вы, не знаю, военачальник, полководец и выступаете перед солдатами, солдаты после вашей речи должны ринуться в бой на врага, грудью, рискуя своей жизнью и отдавая эту жизнь безропотно, потому что была блестящая публичная речь их полководца и их руководителя. Вот четыре жанра публичных речей. И, соответственно, когда вы размышляете над стратегией вашего будущего выступления, вы готовите план в соответствии с целью. Когда вы определяете цель выступления, вы сразу понимаете, в каком она будет жанре. Если вам предстоит выступление побуждающее, информирующее, знайте, что требования аудитории, ожидания аудитории будут высокие по отношению к содержанию. И вам не удастся юмором и артистизмом заполнить эту брешь. Вам нужно подготовить качественный контент. И более того, нужно будет трижды проверить этот контент, чтобы убедиться, что он действительно соответствует действительности, поскольку аудитория может оказаться компетентной. И она может поймать вас на слове. Если ваше выступление будет развлекательным или побуждающим, то форма выходит на первый план. Если оно будет информирующим или побуждающим, то содержание на первый план. А если оно побуждающее, то и форма и содержание требуют от вас максимального напряжения, максимального профессионализма, максимальных вложений времени и энергии. Именно поэтому я называю побуждающие речи царицы ораторского искусства и буду ориентировать вас на них, поскольку таких речей большинство будет в вашей практике, если вы только не преподаватель университета. Таких речей будет большинство в вашей практике, если вы только не эстрадный артист. Таких речей будет большинство в вашей практике, если только вы не работник ЗАГСа или похоронного бюро. Во всех остальных случаях побуждающие речи будут главными. главными и превалирующими. Еще одну вещь скажу. Если вы хорошо выступаете с развлекательными речами, балагур и юморист, это еще не значит, что вы сделаете качественную презентацию. Я бы опасался доверять вам читать лекцию или доклад. Я бы скорее доверил вам тост, зная, что с этим вы справитесь. Если вы читаете хорошие лекции, я не уверен, что вы сделали бы хорошую, действительно увлекательную, заряжающую презентацию. Абсолютно был бы уверен, что вы провалите роль Деда Мороза. Я бы скорее доверил вам тост. Если вы хорошо произносите тосты и надгробные речи, я вряд ли доверил бы вам лекцию. Уж точно не доверил бы вам роль Деда Мороза, развлекательную речь. И совсем не доверил бы вам презентацию. Но если вы проводите качественные презентации, в ходе которых вы умеете управлять реакциями аудитории, вовлекать аудиторию, но тем не менее доносить качественный контент, можете делать это динамично, интересно, увлекательно, я доверю вам и развлекательную речь. Я доверю вам тост, я доверю вам лекцию. Ваша лекция будет яркой, интересной, вовлекающей, запоминающейся. И результативной в конечном итоге. Я ориентирую вас на этот жанр, как на основной. И поэтому будет и домашнее задание соответствующим. В ходе работы самостоятельной, перед следующим, третьим уроком нашего практикума Камасутра для оратора, вам нужно будет сделать следующее, для закрепления материала. Вам нужно будет найти в вашей ближайшей перспективе реальное публичное выступление. Если его не предполагается, вам следует его придумать и навязать. Вам нужно его, не знаю, напроситься на его проведение. И сделать следующую вещь. В ходе подготовки к этому выступлению вам нужно будет обозначить цель выступления. Какие конкретные результаты должны получиться у вас. Будет отлично и супер, если это будет побуждающая речь. Однако я отдаю себе отчет, что вы люди разные. У вас разная практика, разная работа и разная возможность реализации ваших ораторских навыков в самое ближайшее время. Поэтому в домашнем задании я приму, если вы сделаете подготовку к ритуальной речи. Например, у вас предстоит событие в семье. Кто-то женится или у кого-то день рождения. И так далее, и так далее. Я приму и такую вещь. Если развлекательную, давайте мы не будем рассматривать. Вот в данном случае, в этом задании мы не рассматриваем развлекательную речь. Это особый жанр. И не рассматриваем информирующую, поскольку это будет очень большой объем. Мне не нужно, чтобы вы готовили лекцию. Я приму ритуальную или побуждающую речь. Вам нужно будет составить план этой речи. Я предлагаю вам выбрать один из трех вариантов плана. Вы составите либо развернутый план, как в сочинении. Римские цифры, арабские под пункты буквами А, Б, В. Или просто отбивка в виде черточек или кружочков. Я приму майндмэп с удовольствием, с тройным удовольствием. Если вы работаете в технологии майндмэп, сделайте майндмэп и пришлите майндмэп предстоящего выступления. Но на первых уроках я пока либерален и приму даже план 7, как самый простой. Но бывают случаи, когда этого вполне достаточно и большего не нужно. Я приму и план 7. Домашнее задание – это составить план предстоящего выступления. Но прежде чем, кроме плана, вы должны будете прислать цель выступления, чего вы конкретно от аудитории хотите добиться. И должны будете прислать результаты вашей разведки. Описание, что за ситуация, что за аудитория и так далее, и так далее. Я сверю, насколько данные разведки соответствуют, насколько они адекватны тому плану, который вы составили и тем целям, которые вы обозначили. Это будет главным критерием. Поэтому эти три вещи, они должны быть между собой согласованы. Данные разведки, цель выступления и план предстоящего выступления. Не пожалейте времени на то, чтобы сделать эту работу качественно. Если вы сделаете еще в качестве добавления и диверсионный анализ, это будет хорошим, это не будет решающим критерием для того, чтобы принять или не принять домашнее задание. Но это будет приятный сюрприз. Вы просто доставите мне этим удовольствие. Так и знайте. Итак, составляете план предстоящего конкретного публичного выступления. Присылаете его к нам. Мы его анализируем. Принимаем решение о допуске вас на следующий круг нашего практикума. Итак, до встречи в следующий раз. Успешной и вдохновенной работы над домашним заданием. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...